всем огромный привет добро пожаловать в новое видео я недавно открыла для себя мойку машины которая моет роботом то есть это не мойка самообслуживание но в то же время тебе не нужно ехать оставлять машину обычно запись предварительная нужно а тут приезжаешь я не могу сказать что мне прям сильно повезло передо мной было две машины но все равно не долго быстро на самом деле очень удобно у нас чуть-чуть пройдет дождь и сразу вся машина в пыли грязно в ростове вообще очень пыльно сами видите машину в принципе относительно недавно мыло и как таковой грязи не было но она вся в пыли прикольная вещь ты сидишь в салоне машины и ну вы наверное знаете я давно как бы знала о существовании таких моек но для себя вот именно открыла я только недавно очень удобно быстро и есть кстати несколько режимов мытья есть light там она занимает там по моему минут 7 есть более какая-то тщательно можно взять там например среднюю и добавить какие-то функции и есть премиальная мойка которая моет минут восемнадцать по моему и что еще не так а вот и вот мы Я хочу сейчас приготовить гречку с курицей и грибами в сливочном соусе, должно получиться очень вкусно. Не буду отдельно делать зажарку, чтобы гречка пропиталась ароматами овощей и курицы, а сливки добавлю в самом конце. Гречку всегда покупаю от бренда Мистраль, больше всего в готовке я не люблю перебирать и долго промывать крупы, поэтому беру всегда Мистраль. Посмотрите какая гречка чистая и крупная, просто беру и сразу готовлю. А еще удобная упаковка с многоразовым стикером, это возможность закрыть и хранить упаковку не пересыпая крупу в банку. Мы любим разнообразное меню, но придумывать каждый раз новые блюда, да еще и сложные, у меня нет времени. В последнее время пользуюсь генератором рецептов от Мистраль. Смотрите как быстро и просто. Сканируем QR-код и попадаем на нейросеть. Нужно выбрать основу для блюда и все ингредиенты. Кстати, ингредиенты можно даже сфотографировать. Нейросеть распознает их и выдаст сразу несколько вариантов блюд на выбор. Это очень экономит время, когда не знаешь что приготовить, и можно задействовать все продукты, которые уже есть в холодильнике. Сканируйте QR-код или переходите по ссылке в описании, создавайте рецепты и готовьте вместе с Мистраль. Я тем временем обжарила грибы, овощи, немного курицу и отправила гречку к овощам с мясом. Заливаю кипящей водой и в конце добавляю сливки. Очень вкусно, приятного аппетита! А я сейчас займусь делами на кухне. Вообще, если честно, я планировала сразу заняться прям делами на кухне. Вообще нужно расхламиться, помыть полностью кухню, знаете, сделать такую генеральную уборку на кухне, но меня на это не хватает. Я очень устаю от нахождения на кухне. И сегодня думала, может быть, было бы шикарно, если бы я помыла холодильник, помыла духовку и микроволновку. А вообще, в идеале бы еще разобрать ящик с крупами. Но, честно говоря, мой запал закончился ровно на том моменте, когда я почистила холодильник, помыла его полностью. Я хотела помыть холодильник досконально, абсолютно везде полностью. Нелегкая какая-то такая еженедельная уборка, а основательная. Ну и да, мой запал на этом закончился. Я устаю от нахождения в одной комнате. А в кухне убирать вообще не люблю, потому что постоянно это рутинная работа, когда ты утром, вечером, еще и днем там что-то готовишь на кухне, убираешь. Постоянно находишься в одной комнате. Я от этого, конечно, устаю. Ну и еще, когда добавляешь себе каких-то занятий. Ну, в общем, решила раскидать эти дела на разные дни. В один день помою плиту, в другой день помою микроволновку, и, в принципе, буду встречать Пасху со спокойной душой. Вообще, это, если честно, и смешно, и не очень. У меня упало зрение. У меня как бы зрение было... Небольшой минус у меня был. Я носила очки в тот момент, когда, видимо, какой-то спазм был, и я, ну, чувствовала, что вижу плохо. Носила очки года полтора-два, а потом как будто бы стало лучше видеть, и, честно говоря, жутко устала от очков, просто перестала их носить. Но в последние, может, полгода, может, чуть больше, я заметила, что вижу совсем сильно хуже. И за рулем надевала очки. Ну и то, я не могла сказать, что вижу прям хорошо в очках. Ну, естественно, я очень долго тянула, решила, что не хочу. Носить очки, хотела подобрать контактные линзы. В итоге мой поход к офтальмологу, чтобы подобрать контактные линзы затянулся на несколько месяцев. Мне все время оказалось, что нужно сходить, и я так и не шла. Короче, вот я прямо сейчас только вернулась от офтальмолога. Мне подобрали контактные линзы. Оказалось, что у меня действительно сильно упало зрение. И вижу я, ну, даже в очках тех, которые у меня есть, где-то на 60%. И я сейчас нахожусь в контактных линзах. Я вот пришла домой и просто обалдела от того, что у меня реально пол просто менять пора. Он весь какой-то поцарапанный, покоцанный. У меня грязный пол, мне нужно... Я не знаю, как я буду встречать Пасху со спокойной душой, потому что там, где я была уверена, что чисто, я уже в этом не уверена. Ну, хотя бы холодильник я помыла. Помыла я его средством для очистки кухни. Это такое хорошее средство. Заказывала его на Вкусвилл. Мне нравится, что оно практически не пенится. При этом реально хорошо справляется с какими-то жирными загрязнениями. Ну, например, плиту я им не мою, потому что для этого использую средства с эффектом антижира чаще всего. Либо там просто капаю средства для мытья посуды, если нужна какая-то минимальная уборка. А вот протереть столешницу, фасады, фартук отлично работает. И не нужно смывать пену постоянно. Поэтому взяла его и для уборки, для мытья холодильника. Я вообще заказывала для мытья холодильника специализированное средство от бренда HG, Nazone. Но что-то там пошло не так. Доставку отменили, но ко мне так и не пришло. А потом я это средство смываю и брызгаю лизолом. Ну, он как бы антибактериальный, убивает микробы, бактерии, и оставляет приятный какой-то такой немножко химический запах в холодильнике. Я забрызгала его, закрыла дверцу холодильника, и тем временем пошла мыть полки, ящики. Пока помою, как раз средство подействует. Смываю его также влажной тряпочкой, вытираю насухо. И просто фантастически чистый холодильник, буквально только тебе его привезли. И этот эффект я, конечно, обожаю. Хоть и достаточно нудно мыть холодильник, но когда он просто идеально чистый, и там все прекрасно, все лежит на своих местах, как с картинкой, ну, конечно, не так прям, как с картинки, Pinterest, потому что вот эти красивые американские холодильники, это все очень красиво, если ты им не пользуешься. У меня все удобно, и, например, я действительно ставлю корзины в ящики для овощей и, ну да, для овощей. Ну, потому что таксор просто не сыпется на сами ящики. И решила на верхнюю полку поставить вот такой вот Lazy Susan, он называется, по-моему. Очень удобно для хранения соусов. Как я поняла, мы большие любители соусов, просто потому что у нас их какое-то огромное количество, и они всегда теряются в холодильнике. Так удобно, они на одном месте, и очень удобно повернуть и посмотреть, какие есть, ну, какой ты хочешь выбрать. Овощи отправляю вниз, также в картинке, я как-то их так для себя разделила на условно чистые овощи и грязные. Грязные – это лук, морковь и картошка. Картофель, кстати, я храню в холодильнике, хотя считается, что картофель в холодильнике храниться не должен, но у меня он сразу начинает зеленеть и прорастать, если я храню его где-то в другом месте. Поэтому холодильник оптимально. Вот такой результат получился, я довольна. А сейчас хочу приготовить быстрый, можно сказать, даже ленивый пирог из теста фило. Вообще обожаю это тесто за то, что оно настолько без заморочек позволяет приготовить вкусную, ароматную выпечку. Просто разморозила, я с утра его достала, оно как раз к обеду разморозилось, и я складываю его гармошкой в форму. Всегда использую для выпечки силиконизированный пергамент, очень удобно. Любые пироги, вообще любая выпечка отлично отходит, и мне даже кажется, что немножко лучше поджаривается, чем если не использовать вот такой пергамент. Складываю гармошкой. Есть огромное количество вариантов, как можно складывать тесто фило. Можно делать также пироженки, знаете, вот эти по типу турецких. Это может быть как сладкая выпечка, так и не сладкая. И действительно без заморочек не нужно ничего раскатывать, просто разморозил и все. Я вообще хотела сделать пирог с сыром моцарелла. Он получился бы более сливочный, и мне кажется, моцарелла в данном рецепте подходит гораздо лучше. Но мне привезли испорченную. Из вкусвилл заказывала, и я заметила такой нюанс, что если заказываешь продукты их бренда, именно вкусвилл, они чаще всего приходят свежие. А если какой-то бренд, который у них находится в категории супермаркет, там они тебе привозят прямо с истекающим сроком годности. Поэтому я взяла твердый сыр, который у меня был в холодильнике, нарезала его на пластинки, вставила между вот этих гармошек и делаю заливку. Субтитры создавал DimaTorzok Я люблю не сладкую выпечку чаще всего, и поэтому заливку делаю всегда такую. Несколько яиц я взяла 4, и упаковку 20% сливок. Посолила, поперчила, хорошо до однородности перемешиваю, заливаю пирог. Я еще решила пирог накрыть сверху одним слоем теста, и отправляю в духовку, разогретую до 180 градусов, минут на 20-30, пока не подрумянится тесто. Сверху еще посыпала кунжутом для красоты, ну и вкус он немного добавляет. Очень вкусно, ароматно, пробуйте. Продолжение следует... Давно хотела пересадить свою орхидею. Вообще я хочу пересадить две, и одна у меня, ну, знаете, такой достаточно сильный цветок, но я вижу, что ей вот ту, которую я сейчас не пересаживаю, ей очень тесно в горшке, но она сейчас так пышно цветет, что я боюсь ее тревожить. Мне писали в комментариях, и многие говорили, что спокойно пересаживают цветущие растения, но я пока решила подождать. То есть, когда она начнет отцветать, тогда попробую. Ну и заодно вообще как бы попробую, потому что орхидеи я пересаживала один раз несколько лет назад, и они у меня после этого цвести перестали. После этого я реально боюсь пересаживать орхидеи. Недавно ко мне приходила подружка, она ландшафтный дизайнер, я просила ее помочь мне пересадить аглоанему. Она у меня стала такой вяленькой, чахленькой, нужно было хорошо смотреть корни, и я говорю, ну приди, помоги мне. И она, в общем, показала мне, как правильно пересаживать именно не методом перевалки, потому что я таким образом всегда пересаживала растения, а вот когда ты полностью освобождаешь корни. И, собственно говоря, рассказала мне, как пересаживать орхидею. Надеюсь, я все сделала правильно, я потом ей присылала фотографии. Посмотрим, что будет. Я купила, опять же, по ее совету, она мне сказала, обязательно купить такое средство, называется Максим Дачник. Это что-то вроде антибиотика для цветов, и при пересадке обязательно нужно вымачивать корни для того, чтобы, если что-то есть там, какие-то, ну, какие-то, может даже сказать, паразиты, гниль, в общем, еще что-то, это остановит и меньше стресса дает растению при пересадке. Так как моему цветочку здесь тоже тесновато было в горшке, мне, в принципе, достать из кашпо вот этого было сложно. И вот она мне сказала, хорошо вымочить как раз в этом Максиме и потихонечку, потихонечку вот так болтать в воде для того, чтобы постепенно, без травм освободить корни растений от грунта. Но я, видите, не рассчитала, я решила, что два литра воды мне хватит, а тут нужно разводить этот Максим как раз два миллилитра на литр воды. В итоге я вот, это у меня вообще банка из Икеи, в ней стояла орхидея, ну, я так поливала, туда перелила, чтобы я могла полностью погрузить цветок, а так он у меня в тазике полностью не помещался. Ну и пока верхний слой грунта размачивается, я достала из грунта тиолит, чтобы положить на дно, сделать такой небольшой дренаж и сверху насыпала немного грунта. Посмотрим, как работает грунт. Я вообще его купила на Wildberries, там такие замечательные отзывы. Магазин называется «Грунт Руслана». У них там очень много разных грунтов и отзывы потрясающие, что это как бы очень хороший вообще грунт для всех цветов и он сильно отличается от всех остальных. Я взяла три литра грунта для орхидеи, ну, с расчетом на то, что буду пересаживать и вторую орхидею. Освободила корни от коры и также там еще был, видимо, родной орхидея так была посажена, небольшой кусочек, ну, как земли, наверное, грунта. Я его тоже убрала, ну, вроде бы я корни не повредила. Я ножницами срезала исключительно полностью засохшие корни, они уже и выглядели некрасиво, такие коричневые, а вот все остальные оставила. Кстати, там были такие места, где корень зеленый, потом кусочек сухого корня, а потом он опять зеленый. Я такие не трогала, потом в интернете прочитала, вроде бы сделала правильно, то есть это еще как бы живые корни. Не знаю, как так получается и как растение питается, ну, в общем, их я оставила и сильно разворачивать не стала. Они, знаете, оплели у меня горшок по кругу, я сильно не стала разворачивать, потому что просто бы сломала корень. Ну, и потом высадила это все в горшок, засыпала грунтом и знаю, что несколько дней нельзя поливать, чтобы какие-то микро ранки на корнях, которые образовались вследствие пересадки, затянулись до того, как ты первый раз польешь. Кстати, на Валберис тоже заказала палочки, которые держат цветонос. Ну, наверное, надо было коричневый выбирать, но я выбрала вот эти зеленые, потому что у них такие классные прищепочки в виде стрекозы. Очень мило. Сразу поставила две с расчетом на то, что, ну, когда будет второй цветонос, я надеюсь, что он будет и пожелаем удачи моей орхидеи, пересадка ей понравится. Я просто потом всегда боюсь вставлять эти палочки, чтобы не повредить корни. Возможно, я зря боюсь, мне всегда кажется, что лучше их не трогать. Настолько капризные цветы, а я их очень люблю. На этом мое видео подходит к концу. Надеюсь, что вам со мной было интересно. Спасибо, что досмотрели до конца. Ставьте лайк этому видео. С вами была ваша Леля Власенко. До встречи в новых роликах. Всем пока-пока. Теперь смотрите канал. Пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...